Всем привет, друзья! Как вы заметили, уже я использовал вот такие вот светодиоды 10-ваттные для освещения своего рабочего стола. Ну и настал момент, когда один из светодиодов просто вышел из строя, перестал излучать свет. Но я решил, что причиной этому явилась протечка слишком большого тока через светодиод. Насколько я помню, это 900 мА светодиоды, которые начинают свое освещение где-то от 9 Вольт и тока, соответственно, уже до 900 мА максимум. Планирую сейчас установить еще один запасной светодиод, так как я использую не драйвер для светодиодов, а использую обычный блок питания через повышающий модуль, регулирую, или понижающий можно использовать, регулируя ток и напряжение, вернее, токонапряжение, потому что это токорегулировка по напряжению. Было бы, конечно, хорошо использовать еще и регулировку по току. В описании оставлю для вас повышающие и понижающие с регулировкой тока драйверы, ну не драйверы, а регуляторы напряжения и тока. Я думаю, будет это интересно. Также на светодиоды оставлю ссылку. Самый интересный светодиод в таком вот формате, они считаются SMD, так как крепятся не выводами припаиваются к платье, а крепятся своим, собственно, корпусом к радиатору. И самое интересное из них это 100 Ваттный светодиод, который вы можете увидеть его в работе. Есть видос по этому поводу, называется «Мощный фонарь» с Франкенштейном у меня на канале. Можете тоже по ссылке перейти посмотреть. В общем-то, будем менять светодиод. Сейчас намажем термопасту, прикрутим и отрегулируем ток, чтобы не превышал 900 мА. Включил наш мультиметр, поставил крокодильчики, которыми будут цепляться к проводу в разрыв, и поставил на ампераж, на постоянный ампераж. И видим здесь, что у нас превышен ток, хотя и немного, но так как теплоотвод у меня достаточно плохо реализован, я буду сейчас крутить и регулировать, чтобы было меньше тока. И оставлю ток примерно 850 мА. Я думаю, этого будет достаточно, и при этом срок службы светодиодов будет наимаксимальный, так сказать. Теперь проверю напряжение, при этом какое, дабы было всем понятно. Ну, данные светодиоды на 32 Вольта. А заказал я себе вот еще 12-ти вольтовых светодиодов. Могу заметить, производители уже начали маркировать дату производства на светодиодах. Это очень удобно, так как в случае выгорания светодиода вы его сняли и посмотрели, сколько времени он отслужил. Заявлено производителем то, что срок службы светодиодов около 40-50 тысяч часов наработки. Можете накалькулировать примерно, сколько это в днях или в годах. Это очень большой срок, поэтому всеми так полюбились данные источники света. Они очень экономичные, поэтому всем советую переходить от люминесцентных ламп на светодиодные. Но это, конечно, прокатывает не во всех случаях. Например, в гаражах для покраски автомобилей часто используется люминесцентная лампа, так как нужно видеть, допустим, при выравнивании вмятин, либо при осмотре после покраски, насколько ровным получилась деталь. Итак, вот такое вот напряжение я получил при регулировке в 850 мА. Еще раз повторюсь, эти светодиоды максимум напряжения 32 Вольта и ток, по-моему, 900 мА. Но по ссылке вы уточните это дело сразу. Самое главное, не забыть переключить разъемчик с 10 А на вольтаж, там сопротивление гнездо и переключить режим. Так как при несоблюдении, увы, у вас сгорит предохранитель, либо дорожка прогорит в мультиметре. Кстати, очень рекомендую данный прибор RichMeters. Хорошая компания, хорошо показала себя в течение уже больше года. Элементы питания были установлены при покупке и до сих пор вот все работает. Даже при том, что часто используется подсветка, часто прибор оставляется без присмотра и функция автовыключения срабатывает. Аналогичный прибор в радиомагазине будет стоить гораздо дороже, так как китайцы впихнули в него огромную кучу плюшек, кучу функций, которых нету в аналогичном по цене приборе из радиомагазина. Поэтому ссылки все в описании на вот этот агрегат. Также есть там уже новые модельки появились, в которых есть уже термопара, есть еще какие-то дополнительные расширенные диапазоны измерений. Сделал я это видео для того, чтобы вы не ошибались в будущем при подключении светодиодной какой-то подсветки либо освещения и соблюдали все технические характеристики ваших светодиодов, чтобы их срок службы был как можно больше. На этом у меня все. Всем спасибо, кто смотрел видео. И увидимся в новых видео. Всем пока.